здравствуйте значит сегодня с вами разберем примеры работы перфоратором перед началом работы надо убедиться что сверло свободно ходит многие смазывают его я в принципе не смазываю так нормально нормально работает при работе надо учесть следующие вещи во первых значит перфоратор он уже не как длина значит потяжелее надо крепко держать его в руках делайте упор если допустим где-то вверху значит сверлите упор рукой одной рукой другую корпус убираетесь и вот после этого при упоре очень плавно начинаете сверлить вот посмотрим на примере внизу видите значит делаем удобное положение значит вот допустим здесь мы начинаем сверлить берем значит прижимаем корпус здесь после этого значит мягко плавно нажимаем особенность такая здесь более тысячи отверстий просверлили значит особенности после значит двух трех просверленных отверстиях значит сверло надо обязательно что остудить раньше это никогда не делал но когда много посверлил понял что это необходимо делаем маленький промежуток во-первых и перфоратор отдыхает значит сверло значит остудили вот если не остужать его что получается значит может быть или твердосплавный элемент может быть выпасть или просто вот видите перегрелся переста стащился просто на конус получился про обычный конус это очень плохо использую дюбеля дюбеля лучше использовать если когда много отверстий сверлить да лучше использовать большие наборы вот я например брал уже два по тысячи два по тысячи я уже говорил повторяю что дюбеля есть разные вот видите есть вот такой значит шайбочки шайбочки есть вот простые вот видите в без шайбочки так вот вот эти вот эти лучи пути эти бывают часто забили недостаточно идут вот остудили подождали следующий поехать можно после каждого сверления бывает когда очень много сверлишь когда очень много чтобы руки не уставали можно помогать это ногой видите упор руками берешь и погребки ногой ногой помогает и при сверлении допустим если допустим бетонка значит сверлить передачу ну какой-то материал очень прочный там возможно какие-то значит прочные камни возможно арматура бывает так что да пошли с нас и сверлить и начнут просто видите что значит сверло не идет откуда хотите она ведет или вправо или в лав лево вверх или вниз значит сопротивляться особо не надо пускай немножко в сторону пойдет если начнете выправлять его значит поломать если ну вот пожалуй все до новых встреч